За прошедшую неделю на водоемах Челябинской области произошло три чрезвычайных происшествия. Два человека утонуло. Чтобы не допустить трагедии, сотрудники МЧС проводят специальные профилактические мероприятия. Посещают школы города, где ведут беседы с учениками, а также выходят в рейды по акватории и реке Урал. В школе 20 сегодня в нескольких классах появились необычные учителя. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Они учат ребят главного безопасности. Что делать, если провалился под лед сам и как помочь выбраться из беды другому? Хотя инспекторы настаивают. Пока дети не выросли, им в принципе лучше не выходить на замерзший водоем. Дети наряду с рыбаками входят в группу риска по тонкому льду. Поэтому с ними необходимо ежедневно работать в этом направлении. Мы каждый год проводим это мероприятие. Потому что бывают случаи и по Челябинской области, и в Магнитогорске было. Четыре года назад двое детей утонули на тонком льду. Петр Порфиревич на рыбалке с самого утра. Он расположился за центральным переходом недалеко от берега, где до дна примерно полтора метра. Менее чем за два часа его улов составил 15 окуней. Чтобы рыбка ловилась побольше, желательно идти в другое место. Но там небезопасно. Вот там дальше, дворца культуры, там есть, где родники бьют подводные. Но там рыба хорошо держится, где родники бьют. Так что тут вот почему рыбака и заманивает. Что есть течение воды, есть кислород, рыба там крутится, туда и идут рыбачить. Но там надо быть поаккуратнее, конечно. Действительно, толщина льда на Урале не везде одинакова. Есть коварные места. И выходить на водоем следует, соблюдая все меры безопасности. У провалившегося под лед всего около 10 минут, чтобы выбраться из воды, пока не наступило переохлаждение. Где у нас самые опасные места? Выходы там, где комбинат сбрасывает теплые воды. Там до сих пор еще льда нет. И, как обычно бывает, даже при крепких морозах вода льдом не покрывается. В районе Центрального перехода, в районе Казачьей переправе. Сейчас построили новую дамбу. Там тоже вода стоит, теплая вода, следствия сбрасывается. Там опасно находиться. Спасатели напоминают, что безопасно выходить на лед толщиной не менее 15 сантиметров. А уж если с кем-то случилась беда, вытаскивая провалившегося под лед человека, нельзя приближаться к краю полыньи. Необходимо найти палку, одежду, любой подходящий предмет и, лежа на животе, протянуть тонущему. Необходимо действовать быстро, но без паники и суеты. Вытянув пострадавшего, нужно как можно быстрее оттащить его в безопасное место, по возможности переодеть сухое и вызвать скорую помощь. Павел Берсенев, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.